Заморский застали врасплох, почему возобновление отопительного сезона не вернуло тепло в дома саровчан. Семейный фестиваль вместе в главной роли прошел на площадке молодежного центра. Мой бизнес 360 конференция для нижегородских предпринимателей пройдет в технопарке Саров. Далее расскажем обо всем подробно. Синоптики подвели. В этом году отопительный сезон завершили в устойчивый плюс, но это не спасло саровчан от холода в квартирах. По словам специалистов администрации, прежде чем отключить тепло в городе, они ждали долгосрочный прогноз на две недели. Он был типично майским. Метеорологи обещали тепло. Хочу обратить внимание, что отопительный период этого года был окончен 25 апреля, когда 12 суток подряд среднесуточная была выше 8 градусов. При этом тоже было очень много обращений в соцсетях, что почему жарко и топит. Спустя всего несколько дней после завершения отопительного периода в Сарове в Центральную Россию пришли аномальные холода. Температура ночью уходила в минус, да и днем воздух прогревался не выше 1-2 градусов. Начиная с 6 мая на администрацию обрушился шквал звонков с требованиями вернуть тепло в дома горожан. И 8 мая глава Сарова подписал постановление о возобновлении отопительного сезона. Однако многие саровчане продолжали мерзнуть в своих квартирах. У многих управляющих компаний возникли сложности с подачей тепла, так как многие тепловые узлы были разобраны, сотрудники нужно понимать. Это если бы, например, были обычные выходные, то сотрудники находились бы в городе. Это были праздничные дни, и многие сотрудники уже уехали из города. И на протяжении выходных и праздничных дней все управляющие компании, грубо говоря, по возможности, которая у них имелась максимально, они пытались подать тепло в жилые дома. Как пояснил Денис Щербуха, после официального окончания отопительного сезона управляющие компании начали регламентные работы по отладке внутридомовых тепловых узлов. На магистральных сетях работы начали ресурсоснабжающие организации. Поэтому вернуть тепло в момент не представлялось возможным. К тому же даже в плановые периоды на подключение города к теплу отводится до двух недель. Открытие заслонок в домах, чтобы подалось тепло, это не означает, что все батареи сразу в доме становятся теплыми. Потому что есть завоздушенные стояки, трассы и тому подобное. И поэтому, открыв заслонку и теплоноситель, когда пошел в дом, это не означает, что он нагреет все батареи. Трудоемкость процесса наложилась на праздничные выходные и отсутствие людей. Поэтому тепла в домах саровчанам пришлось ждать долго. А некоторые его так и не дождались. Чтобы подобная ситуация не повторилась, в будущем Денис Щербуха предложил пересмотреть сроки отопительного сезона. Завершать его позже, начинать раньше. Сейчас тепло отключают, когда среднесуточная температура в течение пяти суток держится выше 8 градусов. Подключают, когда этот показатель в течение пяти суток ниже 8 градусов. По дате начала и окончания отопительного периода. Мы очень много ведем переговоры с тепло-сетевой компанией. У нас очень серьезные проходят ремонтные кампании для того, чтобы отопительный период прошел штатный. После гидравлических испытаний мы все тоже это прекрасно понимаем. И сегодня, в общем-то, из-за того, что мы сейчас продляемся на 2-3 недели, мы, собственно говоря, будем пересматривать возможные сроки плановых ремонтов. Войдем только в аварийный ремонт, что может ухудшить ситуацию со стабильностью прохождения очередного отопительного периода. Эту позицию поддержали и представители ресурсоснабжающих компаний, отметив, что ситуация с повторным запуском тепла сложилась в Сарове впервые. И если бы она выпала на будни, а не на праздники, решить вопрос удалось бы быстрее. Поэтому нет смысла сдвигать рамки отопительного периода. Достаточно предусмотреть меры на случай возможных природных аномалий. Нужно перед такими праздниками, если на самом деле есть такая тенденция к похолоданию, может быть, нам с персоналом вопрос решать и организовывать, как мы всегда делаем праздники, дежурство. И сделать таким образом, чтобы максимальное количество людей у нас было доступно на случай такой простомажорной ситуации. Завершат отопительный сезон в Сарове с возвращением теплой погоды. Лидия Шулаева, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Май начался для жителей России с неожиданных заморозков, снега и холодного ветра. После отключения отопления у саровчан в квартирах тоже стало холодно. Глава города Алексей Сафонов подписал постановление о возобновлении отопительного сезона. Но в социальных сетях горожане жалуются, что во многих домах тепла по-прежнему нет. Мы вышли на улицу Сарова, чтобы узнать, тепло ли дома саровчанам. Я знаю, что в соседнем доме, уютный дом, у них включили, а у нас нет. Мы живем в ЖКХ. Холодно. Отопление не включили. Мерзнем. Дом очень холодно. Вот сегодня звонила, сказали, что по заявкам работают. Ну не знаю, обещали дать. Вот Кубишев 23. Очень холодно. Как ходите? Как? Все, что можно. Одеваем. Даже носки шерстяные. Тепла нет. Я замерзаю. 15 градусов. Включили. Вчера еще тепла была. Нет, холодно. Очень холодно? Очень. Как ходите? Очень тепло одеты. В махровых халатах и еще в термобелье. Ушакова. А обращение посылали? Нет. А какой смысл? Весь администрация тоже мерзнет. И знают, что это такое. Холодно. Замерзаем. Первый этаж вот в старом доме. Очень холодно. Утром встаю. 13 градусов. А мне 90 лет. В ней это в нижнем тепло. Дождь у меня, брата, вообще живет. Тепло. Что за безобразие такое? Что за люди такие? Вот. Сам себя жалеет. А старики мерзнут. Пока не включили. Ну, в целом терпимо. Градус 18. Наверное, есть. Есть. Включили? Да. Это в новом районе? Нет, в старом здесь. Нашеченка 34. Дома стало тепло? Да, жарко. Глава города отметил, что возобновление отопительного сезона потребует огромных усилий от инженеров и работников организаций. Потому что теперь придется приостанавливать ремонтные процессы. Поэтому подача тепла в квартиры Сарова может затянуться на неопределенное время. Настоящая весна с зеленой травой на газонах и листвой на деревьях обычно приходит в Нижегородскую область не раньше конца апреля. Примерно в это же время в регионе активизируются клещи. По данным Межрегионального управления номер 50 ФМБА России, в апреле по поводу укусов клещей к врачам обратились 33 саровчанина, 7 из которых дети. Из 50 территорий Нижегородской области 15 являются эндемичными. То есть на 15 территориях Нижегородской области при укусе клеща может развиться такое серьезное заболевание, как клещевой энцефалит. Территория нашего города не относится к той территории, на которой регистрируется заболевание клещевого энцефалита, то есть не является эндемичным территорией. В Мордовии вовсе нет эндемичных территорий, но расслабляться не стоит. Клещи – переносчики боррелиоза. Ежегодно в Сарове фиксируются случаи этого заболевания. Из года в год число обратившихся по поводу укусов клеща растет. Надо иметь в виду, что ведь не все люди, которые подверглись укусам клещами, обращаются за медицинской помощью. Но даже количество тех, кто обращается, возросло в два раза по сравнению с 2022 годом. Если в 2022 году было около 300 случаев, то в 2023 – 611 случаев обращения по поводу укуса клещами. Равномерно растет и количество заболевших клещевым боррелиозом. В 2022 году было 11 случаев, в 2023 – 22 случая. По прогнозам Нижегородского Роспотребнадзора, обстановка в этом году будет примерно такая же. Боррелиоз вызывает проблемы с суставами, сердечно-сосудистой системой, неврологические нарушения гепатита и воспаление глаз. При укусе на теле может появиться красное пятнышко, окруженное белым и красным ободками. В первые дни болезнь может проявиться в виде головной и мышечной боли, повышением температуры. Попадая на кожу человека, клещ сначала подыскивает благоприятное место для укуса. Этот процесс может занимать полчаса. Чаще всего паразиты присасываются в области живота, подмышек, за ушами, на груди и шее. Если вы приходите с территории открытых, то есть прогулки, сами гуляли, с животными гуляли, мы рекомендуем для профилактики самый взаимоосмотр с интервалом 15-20 минут. То есть, если клещ у вас на одежду попал, он еще может не присосаться. Если вы увидели, вы его стряхнули, и он не присосался, никакого вреда вам не нанес. Если же прошло уже больше 30 минут, и если клещ к вам попадает на одежду, он может уже внедриться. Если вы все-таки обнаружили на теле клеща, самостоятельно его лучше не удалять. Есть риск оставить головку, и яд продолжит выделяться. Специалисты же удалят клеща полностью и следуют его на наличие инфекции. Своевременное обращение и выявление болезни позволят быстро вылечиться с помощью антибиотиков. Вакцины от бриллиоза, как таковой, нет. Зато можно сделать прививку от клещевого энцефалита. Это актуально тем, кто посещает другие регионы, где риск заражения есть. От бриллиоза поможет неспецифическая профилактика. Для того, чтобы защитить себя, нужно надеть светлую одежду. Почему светлую? Клещ темный, и его на светлой одежде лучше видно. Значит, капюшон на голову, косынку, дети особенно детям. Манжеты рукавов должны плотно прилегать, хотя края брюк желательно закрыть сверху носками, чтобы клещ не смог добраться до кожи. Увы, чтобы встретиться с ним, вовсе не обязательно ехать за город. Клещей много в парках, скверах, саровских дворах с густыми насаждениями. Перед прогулкой также можно использовать репелленты. Узнать о действующих мерах поддержки бизнеса, презентовать свою продукцию, услуги, принять участие в переговорах и многом другом смогут нижегородские предприниматели на конференции «Мой бизнес-360», которая пройдет 6 июня в технопарке Саров. Планируется и выставка саровских производителей, планируется масса полезной информации, и бизнес-игра, такой мастер-класс по продвижению продукции. Вообще, тема конференции – это маркетинг и продвижение. И будем стараться дать максимум полезной информации, для того, чтобы предприятия смогли грамотно продвигать свою продукцию. В этом году конференции «Мой бизнес-360» пройдут в 10 муниципалитетах Нижегородской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Организатором выступает Центр «Мой бизнес» при поддержке Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Цель проекта «Мой бизнес-360» – расширение рынков сбыта региональных предприятий и развитие их деятельностей по всем направлениям. Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо будет зарегистрироваться на платформе МСП. Это такой полезный сервис для предприятий, где собрана масса полезной информации для бизнеса. Можно онлайн подать заявку на участие, на получение мер поддержки, участие в каких-то других мероприятиях. И именно идея того, что мы реализуем, регистрируем на это мероприятие через платформу МСП, она реализуется для того, чтобы наши предприниматели познакомились с этим полезным сервисом и смогли воспользоваться максимально обширными услугами онлайн. Более подробную информацию о конференции можно получить по телефону 99-263-99-264. За прошедшие четыре месяца в Сарове произошло 19 аварий, в которых пострадали люди. Это на 8 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном это столкновения авто, наезды на пешеходы и препятствия. Основными причинами указанного дорожно-транспортных происшествий является нарушение правил проезда пешеходных переходов и очередность их проезда. С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории обслуживания проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также наркотического. Такие операции, как бах, у струба, внимание, пешеход, главный пассажир, электровело-мото-транспорт. Всего за отчетный период было проведено 17 профилактических мероприятий. 64 водителя наказали за управление автомобилем в состоянии опьянения. 8 случаев, когда шофера под градусом задержали повторно. С начала года в четырех ДТП пострадали дети. В одном семилетнего мальчика сбили на краю проезжей части. Тротуар рядом он почему-то проигнорировал. Два случая, когда водители не уступили дорогу несовершеннолетним пешеходам на переходе. В другом ДТП пострадал 13-летний пассажир. Во время движения был пристегнут ремнем безопасности. С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории обслуживания с участием несовершеннолетних участников дорожного движения регулярно проводятся занятия в общеобразовательных учреждениях города с обсуждением конкретных примеров случаев дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Сотрудники госавтоинспекции, закрепленной за общеобразовательными учреждениями, проводят беседы по безопасности дорожного движения в школах и дошкольных учреждениях. В преддверии летних каникул госавтоинспекторы напоминают водителям и пешеходам о бдительности на дорогах. Призывают родителей повторить с детьми основные правила безопасности. 10 мая на улице Силкино у дома 54 водитель-женщина на машине «Мерседес» съехала с дороги. Автомобиль опрокинулся и загорелся. В результате ДТП водитель и пассажир-мужчина получили телесные повреждения, госпитализированы. Все подробности ДТП уточняются. Второе ДТП произошло в 21 час 20 минут на улице Южное шоссе, четвертый километр от дома номер один. Водитель, молодой человек 2005 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, превысил установленную скорость движения, отвлекся от управления транспортным средством, в результате чего совершил съезд на обочину. В ДТП пострадал водитель и пассажирка автомобиля 2007 года рождения. Молодого человека госпитализировали, а девушку после медицинского осмотра отпустили домой. Сотрудники ГИБДД отмечают, что большинство несчастных случаев на дороге происходят из-за несоблюдения скоростного режима. Госавтоинспекция напоминает водителям, что необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Большая часть дорожно-транспортных происшествий происходит вследствие несоблюдения водителя, установленного скоростного режима. Поэтому водителям нужно однозначно поднимать требования дорожных знаков и соблюдать их. 24 мая в 13 часов на стадионе Икар состоятся традиционные соревнования «Безопасное колесо». Участники – члены отряда юных инспекторов движения. Победитель городского этапа поедет на областные соревнования. 1 миллион 460 тысяч рублей перевела мошенникам Саровчанка на прошлой неделе. И это далеко не предел. Молодоверчивые граждане ведутся на уловки аферистов, которые, в свою очередь, чаще изобретают новые способы обмана. Кем только они не представляются, чтобы ввести в заблуждение саровчан. Одна из популярных баек злоумышленников – «Ваш банковский счет в опасности». Сообщают нашим жителям о том, что якобы их счета, которые у них имеются в микрофинансовых или финансовых учреждениях, банках, попали под опасность, чтобы пытались с них снять, чтобы их обезопасить, необходимо переложить на безопасные счета. Наши жители верят сказанному и начинают выполнять те действия, которые им говорят звонившие. Никогда сотрудники правоохранительства органов, тем более сотрудники финансовых учреждений, звонить и сообщать о том, что такой информации не будут, тем более переводить куда-то денежные средства. Полицейские напоминают, что никаких безопасных счетов не существует. Если у вас есть какая-либо проблема или сомнение по поводу сохранности денег, всегда можно лично обратиться в отделение банка. Еще одна схема обмана – пожилым гражданам звонят и сообщают, что близкий родственник попал в ДТП. За решение вытекающих вопросов нужно заплатить определенную сумму. Помочь потерпевшему, якобы находится в больнице, либо это дать взятку сотрудникам правоохранительских органов. И под этим предлогом к ним приходят люди, забирая денежные средства. Но есть и случаи, когда сами граждане действуют, приходят к банкоматам и переводят денежные средства на счета, указанные гражданам. Таким образом попадают под ловки мошенников. И этого делать не нужно ни в коем случае. Если им приходит сообщение от кого-то о чем-то, необходимо либо связаться с родственником, который, возможно, попал в какую-то ситуацию, либо позвонить 02 и уточнить, имело ли место быть такое происшествие. Набирает обороты развод при игре на биржах ценных бумаг и инвестировании в криптовалюту. Чаще всего саровчан подкупает возможность быстрого заработка. При этом они не проверяют сайты на подлинность, переводят деньги по сомнительным реквизитам. Мошенники под предлогом порядочных бирж делают дубликаты данных и обманывают жителей нашего города, не только нашего города, но и всех в целом жителей России. Суммы там очень крупные, они эвалируются от миллиона и выше. На этой неделе также поступало заявление от гражданки, жительства нашего города Саров, что она стала жертвой данных мошенников. В результате у нее было похищено свыше 1 миллиона рублей. По данному факту было также возбуждено уголовное дело по части 4, статьи 159. Мошенники орудуют и на проверенных сайтах по продаже вещей. Саровчане публикуют там имущество, злоумышленники звонят под предлогом покупки и просят продиктовать данные банковских карт, получая доступ к деньгам жертвы. По итогам первого квартала 2024 года жители нашего города потеряли около 24 миллионов рублей. Сумма говорит сама за себя. Важно помнить, что лучший способ защитить себя от мошенников – это бдительность. Будьте критическими к информации, которую получаете, и не стесняйтесь задавать вопросы. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. В первом квартале 2024 года в Нижегородской области обнаружили 32 фальшивые купюры на общую сумму 105,5 тысяч рублей. Это на 9 банкнот меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщили в Волговятском управлении Банка России. Самый популярный номинал – 5 тысяч рублей. Таких подделок нашли 18 штук. Далее в ходу у фальшивомонетчиков купюры в тысячу рублей – 8 единиц. Затем 2 тысячи и 500 рублей. По три каждая. Отличить фальшивку чаще всего можно невооруженным глазом – на ощупь, на просвет и повернув купюру. Бумага даже, фальшивая купюра, она более гладкая. Настоящие деньги, они как бы более плотные, хрустящие, несколько шероховатые. Защитные нити, она имеет преливающиеся свойства, ни в коем случае не отделяется от бумаги. В поддельных купюрах она очень часто, ее прям даже можно без специальных средств или иголочкой, даже иногда пальцем, она отделяется прекрасно, как будто прошита, как будто насквозь. Ее прям очень хорошо даже видно невооруженным глазом. У липовых купюр – плохая цветопередача, размытаясь мелких деталей. При сгибе бумаги краска начинает осыпаться, под воздействием воды или спирта смываться. Еще один способ проверить подлинность банкноты – обратить внимание на номера слева и справа. Цифры должны совпадать. Очень внимательно надо быть просто, элементарно к записям, потому что существуют не только подделки как таковые, но и мошеннический способ расплата деньгами, на которых просто может быть запись – сувенир, или не является платежным денежным средством. Если эти записи есть, это уже не фальшиво манилищество, но тоже можно этому попасть. Информация о признаках подлинности банкнот размещена на официальном сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение» и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Там подробно описаны все степени защиты и отличительные знаки купюр. Живая музыка от группы «Лаки Страйк» встречала гостей семейного фестиваля на площадке молодежного центра. Традиционное мероприятие, посвященное Международному дню семьи, в этом году прошло под открытым небом. Тема фестиваля – «Вместе в главной роли». Сегодня у нас проходит семейный фестиваль, называется он «Вместе в главной роли», посвящен он Дню семьи. Сегодня у нас проходит несколько мастер-классов. Это роспись гипсовых фигур, это пластилиновый мультфильм. Ребята, детки и взрослые могут сделать пластилиновый мультфильм, создать героев из пластилина и почти сразу увидеть этих героев на экране. Создавали праздничное настроение и другие интерактивные локации. Яркая тематическая фотозона, мудборд – воркшоп по сценической речи и актерскому мастерству от студии «Театралка». Веселая анимация и фокусы для маленьких гостей. Мастер-класс по созданию семейного оберега своими руками. Да, также у нас работает площадка сбора средств приюта «Мурдом». Гости фестиваля могут принести нашим маленьким друзьям либо корм, либо наполнители. Кульминацией фестиваля стал просмотр фильмов под уютными пледами в кинотеатре под открытым небом. Киноленты подобрали такие, чтобы их можно было посмотреть всей семьей. Сегодня будем транслировать фестиваль уличного кино, две короткометражки от начинающих режиссеров. И это будут два фильма «Невесомость» и «Чернильное море». Гости фестиваля могли подкрепиться кофе, попкорном и сладкой ватой. Приобрести сувенирную продукцию на ярмарке мастеров. Коту Василию 5 лет. Его подобрали на улице с мочекаменной болезнью. В приюте его вылечили, сделали прививки и пристроили в новый дом. Через некоторое время больного кота обнаружили на территории озера Протяжного. У него обострились проблемы с печенью и почками. Волонтеры сразу узнали Васю и снова его приютили. Сейчас он полностью здоров, вакцинирован, чипирован, стерилизован. Сейчас он полностью здоров, у него нет никаких проблем. Безумно ласковый, безумно вообще тянется к людям. На него все смотрят. Он очень обаятельный, наш самый любимый кот. А вот кот Герман и кошка Гермиона приехали в приют совсем недавно. Волонтеры нашли их в подвале. Котам всего по году. Они прошли вакцинацию, стерилизацию и чипирование. Класски малыши еще не привыкли. Но как только они попадут домой, то мурчание и любовь от них гарантирована. Котики очень красивые, очень характерные, но пока очень сильно напуганные шустрые. Мы не знаем, что они пережили на улице. И если их захотят забрать домой, нужно будет очень много времени на адаптацию. Особенно вот с Рыжиком, потому что он очень такой пугливый, зашуганный. Он не дает прикоснуться к себе, но если дать ему много времени, не трогать его, чтобы он привыкал, особо не лезть к нему, то котик со временем может стать домашним. А вот Гермиона уже почти адаптировалась. Дается гладиться и мурлыкает при любой возможности. Забрать к себе пушистого друга можно в приюте Мурдом. По всем вопросам обращайтесь по телефону 7908-762-09-51. Или пишите в группу приюта Мурдом ВКонтакте. Решить 40 математических примеров за 5 минут. Такая задача стояла перед ребятами на Олимпиаде по ментальной арифметике. Участники должны были продемонстрировать умение считать на счетах Абакус и ментально, то есть в уме. Свои способности продемонстрировали дети от 6 до 10 лет. Их разделили на 6 групп в зависимости от возраста и по уровню знаний. Олимпиада имеет, знаете, какую цель? Для того, чтобы ребенок вышел за рамки своего образовательного учреждения, чтобы он посмотрел, как другие дети в других школах обучаются, и мог бы себя сравнить с свои знаниями с сознаниями тех детей, которые приходят из сторонних школ. Ну и когда они занимают место, это для них очень престижно. И соревноваться это надо, чтобы они посмотрели свое место в данном курсе. Городская Олимпиада по ментальной арифметике прошла на базе станции юных техников во второй раз. В этом году мероприятие прошло при поддержке Департамента образования и собрало порядка 80 участников из детских садов, учреждений дополнительного образования, центров развития. Олимпиада состояла из четырех этапов по 40 примеров. Чтобы посчитать, многие ребята что-то делали руками в воздухе и перебирали пальцами. Это ментальный вот такой счет. Мы представляем косточки в воздухе и как будто их откладываем. Я ментально решаю, ну быстро, ну не так уж много ошибок, три-четыре. Как тебе сегодня были задания? Ну мне немножко они показались сложные, но когда я решаю ментально, я тоже решаю очень быстро. Первое у нас было, мы считали на Абакусе, это было и интересно, и задания были несложные. Про ментальный счет там долго решать, примеры сложные достаточно. Еще когда у тебя перед собой нет счета, и ты это должен считать в уме. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей состоится 30 мая. А 17-18 мая воспитанники станции юных техников будут представлять наш город на Всероссийском чемпионате по ментальной арифметике во Владимире. Уже через пару минут юные школьники вступят в пионеры. Традиционно вступление в пионеры раньше проходило около вечного огня, но в этом году холодный май внес свои коррективы, и сейчас мы находимся в здании дворца детского творчества. Торжественный митинг – важное событие. После пионерского обещания, когда на груди повязанный красный галстук, каждый ребенок берет на себя определенные обязательства перед собой и обществом. И также моменты жизни должны помочь детям в развитии самодисциплины, дружбы и чувства коллектива. Клянемся! 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 Присутствие почетных гостей делает событие еще более значимым. Пионеров поздравили глава города, депутаты городской думы, заместитель директора Российского федерального ядерного центра. Я желаю вам провести пионерское время ярко и с достоинством. Поздравляю вас! Я испытываю чувство сопричастности к этому великому делу. Я вспоминаю, как меня принимали пионеры 60 лет назад. И, по сути дела, ничего не изменилось. Все те же замечательные традиции, любовь и портретизм. Присутствие ветеранов труда, вооруженных сил и участников специальной военной операции также играет важную роль в формировании у детей уважения к старшим и исторической памяти о подвигах предшественников. Все эти моменты вместе создают атмосферу особого торжества и сплочения, которое вдохновляет юных пионеров. Мне очень понравилось это мероприятие. Я хочу быть пионером, и я буду делать добрые дела. Торжественности добавили выступления сводного отряда барабанщиков и юно-армейцев, а вокалисты и танцоры усилили эмоции праздника. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. Митинги завершились, а впереди День пионерии. Новые эмоции, приятные сюрпризы и праздничное настроение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова